Чем детская каша на стле отличается от той, которую можно приготовить дома из обычной крупы? Требования к качеству и безопасности продукции детского питания кардинально отличаются от таких же требований к взрослому питанию. Геннадий Соловьев, менеджер по техническому регулированию. Первая особенность и отличие идет в качестве сырья, который поступает для производства. Для сырья установлены гораздо больше требований, и эти требования гораздо более жестче, чем к аналогичным видам сырья для производства обычных продуктов для взрослых. Второе требование – это особенности проведения самого технологического процесса на фабрике. Требования к безопасности, к гигиене на фабрике, требования к рабочим на фабрике, производящей продукции детского питания, гораздо строже, чем на аналогичном заводе, который производит обычную продукцию. И, наконец, требования к готовому продукцию также кардинально отличаются. Все натуральные ингредиенты, которые созданы природой, имеют, естественно, непостоянный химический состав. А вот содержание белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, еще нескольких десятков соединений в продукте детского питания должно быть постоянно. Потому что организм ребенка требует строго определенного набора этих нутриентов. Вот в этом состоит сложность разработки рецептуры детского питания, чтобы из натуральных ингредиентов обеспечить постоянный химический состав готового продукта.